У нас в гостях председатель экспертной комиссии тотального диктанта Наталья Борисовна Кашкарёва. Будем подводить вместе с ней итоги предварительных. Доброе утро. Доброе утро. Как сами оцениваете текст в этом году? Вы же всё-таки профессионал в этом деле по сравнению с предыдущими. Насколько он сложный? Всех говорят, что больше пунктуация в этот раз была сложна, чем орфография. Что касается пунктуации, то вряд ли она была сложнее, чем каждый год. Она была примерно такой же сложной, как и обычно. Единственное, что там было одно место, в котором не все, а 89% писавших диктант онлайн, допустили ошибку. Потому что само предложение было встроено в такой контекст, который, может быть, и провоцировал эту ошибку. Там было такое выражение. Тогда казалось, он питается квашеной капустой и картофельным супом. Казалось, ими же сможет накормить, и всех вокруг. Рядом оказывались два слова «казалось». В первом случае это было сказуемое, и можно было подставить союз «что». Тогда казалось, что он питается. И здесь можно было поставить только двоеточие, ну или, в крайнем случае, тире. Но запятую ставить нельзя, потому что это предложение с отношениями изъяснительными. В таких предложениях ставится только двоеточие. Но во следующем предложении еще одно слово «казалось», которое является вводным, как раз и сбивало с толку. И многие поставили и в первом, и во втором случае запятые, и в первом случае это было ошибкой. Здравствуйте, это я. Это была проблема. И я бы тоже поставил. Это была проблема, но здесь просто нужно знать правила. Это четкое структурное правило, которое описывается однозначно во всех справочниках. И в первом случае ставится только двоеточие. Вот это, пожалуй, была, наверное, единственная проблема с пунктуацией. Все остальное было как обычно. Все остальное было как обычно, и более того, если вы посмотрите разборы, то в каждом месте допускается очень широкий выбор вариативных знаков, которые действительно существуют. И там практически негде было сделать ошибку, потому что можно было поставить и двоеточие, и тире, и запятую, и точку запятой. Есть какие-то самые предсказуемые и самые непредсказуемые ошибки каждый год, да? В этом году у нас непредсказуемой ошибкой было слитное написание «не спеша». Там было предложение «шли не спеша», «предложение за предложением», ну и так далее. Вот это слово «не спеша» 46% писавших диктант онлайн написали слитно. И здесь, вероятно, делали ложную ассоциацию, подбирали синоним типа «медленно». Медленно, медленно, все принято, ну и это наречие. Но это с приводаченными должно работать, да? Это работает с разными, нет, вы сейчас неправильно задаете вопрос, да? Потому что слово «медленно» — это наречие, и им нельзя проверять слитное или раздельное написание дейпричастия с отрицательной частицей «не». «Не спеша» — это дейпричастие. Точно так же, как «не торопясь». И дейпричастие, как глагольная форма, с «не» пишется раздельно. Но мы знаем, что дейпричастие очень часто переходит в другие части речи. Например, «несмотря», «невзирая». И такие слова пишутся, простите, наоборот, слитно, потому что они уже предлоги или союзы, и они полностью изменили свое значение. Например, «несмотря на дождь», мы сегодня находимся в студии. Это вопреки там. Да, это в значении «вопреки», «несоответствие». Полностью изменилось значение этого выражения. А «неспеша» так и обозначает то, что оно в прямом смысле и значит. Человек не спешил и не торопился. И вот это была ошибка для нас удивительная. Но были еще и предсказуемые ошибки. Допустим, одно-два-н в словах типа «квашеный», «строганный», «стеганный». На такие случаи ошибки допускают примерно в 20% работ. И мы за этой ошибкой уже длительное время следим на протяжении разных диктантов. Примерно 20%, то есть одна пятая всех писавших диктант допускает здесь ошибку. Одно-два-н в прилагательных и причастиях, образованных от глаголов, это такое стандартное типовое место, где часто ошибка допускается, и мы можем выдать такой количественный результат. Вот остаточные знания после окончания школы составляют одна пятая людей, которые не усвоили это правило. Получается, что каждый год примерно в одно и то же место делается удар тотальным диктантам, а все равно эти 20% никак не могут выучить. Друзья, давайте уже ходить на тотальные диктанты, делать из них какие-то выводы, а не просто радоваться, что получил там 4 или 3, или что-то такое. После рекламы вернемся в студию. Председатель экспертной комиссии тотального диктанта Наталья Борисовна Кашкарева у нас в гостях. Еще раз доброе утро. Подведем предварительные итоги, мы уже начали это делать. И про нововведение этого года в тотальном диктанте интересно узнать. Есть такая вещь, как электронная проверка. Как она работает? Электронная проверка это уже не нововведение. Она у нас осуществляется с 2014 года. А, даже так? Да, и можно написать диктант на сайте totaldict.ru под диктовку того диктатора, которого вы себе выберете. Вы пишете диктант онлайн, и программа мгновенно проверяет и выставляет вам оценку. Но, наверное, программа эта постоянно обновляется и улучшается. И кроме того, что вы получаете оценку, вы можете еще получить комментарий к каждой допущенной ошибке. Если вы наводите курсором на то место, которое подсвечено красненьким, как орфографическая ошибка, или зелененьким, как пунктуационная ошибка, то вам выпадает такая подсказка. В этом слове нужно было написать такую-то букву, потому-то, потому-то и потому-то. И более того, можно выйти по ссылке на правило полного академического справочника орфографии и пунктуации под редакцией Лопатина. И еще можно было выйти с этой же ссылки на дополнительные упражнения, которые на это правило специально сформированы. Поэтому в любое время вы можете написать этот диктант онлайн и написать некоторые диктанты прошлых лет в ближайшем будущем и получить немедленный разбор ваших ошибок, как если бы вы пришли в научную консультацию к филологу. То есть получается, что онлайн диктант нужно печатать, а не писать? Да, нужно печатать. И здесь вырабатываются навыки грамотного печатания на компьютере. Это же сейчас очень важный навык. И программа подстроена таким образом, что она опознает, где действительно орфографические ошибки, а где случайные опечатки. Но, конечно, любая проверка несовершенна, как ручная проверка, когда филологи могут от усталости пропустить какие-то... Человеческий фактор. Да, человеческий фактор срабатывает. Точно так же и программа, она, может быть, еще пока не все случаи опознает, так как это необходимо. Поэтому будьте снисходительны и к людям-филологам, и к программе, которая проверяет вашу работу. Но, тем не менее, основной массив ошибок она обрабатывает вполне достоверно. С другой стороны, отпадает еще и минус какого-то почерка непонятного, да? Где непонятный то А, то О. Да, конечно. Ну, часто бывают такие опечатки, которые тоже ставят программу в тупик. Например, у нас в этом году возникла такая проблема, что один разочарованный пользователь, который, наверное, не расслышал, что говорил диктатор, напечатал, не знаю, тысячу вопросительных знаков. И, конечно, с такой реакцией, с таким написанием программа не справилась и написала недостаточно информации, чтобы проверить работу. То есть, если что-то не услышал, лучше пропустить это место, чем что-то там со злости печатать. Конечно, программа скажет, пропущено слово или вставлено лишнее слово. Но если это тысяча вопросительных знаков, то программе это обработать пока еще тяжеловато. Анатолия Борисовна, ну а вы в курсе, почему люди недовольны тем, как диктовал Билан? Было много звездных вообще диктаторов, и кто-то кому-то пришелся не по вкусу. Да. Это же естественно. Одни крайне недовольны тем, что диктатор не подсказывает во время диктовки. И он не показывает интонацией или какими-то выразительными жестами, где нужно поставить запятую, а где нужно поставить тире. Казалось. Да, вот, да. На самом деле, когда я читала, вот можете послушать, на сайте totaldict.ru лежит диктовка, которую я пыталась интонационно подчеркнуть. Тогда, казалось, интонация вниз и большая пауза. Он питается только картофельным супом. Тогда, казалось, ими же он сможет. Никакой паузы, интонация идет вверх. Поэтому, конечно, мы подсказываем, где это необходимо. А с другой стороны, тут и подсказки не требуются. Потому что сами конструкции, они таковы, что они предполагают наличие паузы. И запятая ставится обычно там, где эта пауза есть. Поэтому здесь не нужно обижаться на диктаторов, потому что сколько людей, столько и мнений. Некоторые считают, что нельзя подсказывать и нельзя давать никаких поблажек. Вот ты пропустил букву, даже не на орфографическое правило. Все, ошибка. Нужно очень строго оценивать этот диктант. Ведь это так важно, это так нужно, чтобы все писали абсолютно грамотно. Другие говорят, ну как же, позвольте, это же не ЕГЭ, это же тотальный диктант. Вы должны привлекать внимание и любовь прививать. Социальные акции. Да, поэтому у нас есть коллеги-филологи, которые категорически против разных поблажек. Но есть другие коллеги-филологи, которые наоборот за то, чтобы люди были лояльны. Поэтому никогда всем не угодишь. И потому мы и приглашаем на диктанты в качестве диктаторов людей очень разных. Кому-то интересно диктовать, слушать, записывать диктант под диктанту Виктора Гусева. Кому-то под диктовку автора, кому-то под диктовку каких-то звезд. Поэтому, пожалуйста, выбирайте тех или профессионального филолога. Профессиональные филологи на каждой площадке тоже есть. И они иногда конкурируют со звездами и даже привлекают на свою площадку больше людей, чем эти звезды. Поэтому выбирайте тех, кто вам больше нравится. Мне кажется, ценителям больше нравятся именно филологи, которые каждый год участвуют. А те, кто просто пришли, чтобы отдохнуть и получить какую-то позитивную эмоцию, тогда, наверное, пожалуйста, к звездам. Есть еще вопрос по поводу все-таки глобальных итогов каких-то тотального диктанта. Что происходит после полной проверки, аналитики ошибок экспертами? Куда-то дальше вот этот опыт огромный идет в пользу науки, в пользу русского языка, вот именно как науки? Да, конечно. Несколько членов экспертного совета тотального диктанта являются членами орфографической комиссии Российской академии наук. И на последнем заседании орфографической комиссии, которая, кстати, проходила в Новосибирске во время конференции тотального диктанта в Новосибирском государственном университете, мы обсуждали одно спорное место, которое как раз касается вот того бессоюзного сложного предложения, вот типа тогда казалось. Да, и мы там обсуждали, как нужно переформулировать правила, чтобы оно было более понятно. Речь не идет ни о каких реформах. Речь идет о том, что в справочнике некоторые правила либо вовсе не формулируются, либо формируются таким сложным или противоречивым образом, что ставят в тупик тех, кто пишет диктант. Просто могут запутать. Да, вот такая история у нас есть, и она описана в сборнике, который называется «Тот сборник». Это сборник как раз научных статей, которые публикуются по результатам тотального диктанта. И опять же, на сайте totaldict.ru, если вы зайдете в раздел «Тот филолог», а это такая тоже наш внутренний мем, «Тот филолог» — это те филологи, которые занимаются тотальным диктантом. У нас есть такая речевка «Тот не филолог, кто не тот филолог». Поэтому на сайте totaldict.ru есть раздел «Тот филолог». И в этом разделе выложены уже два выпуска того сборника, того самого сборника, в котором описываются вот такие затруднительные или проблематичные случаи, связанные именно с тотальным диктантом. То есть можно сказать, что тотальный диктант помогает понятнее сделать правила русского языка для людей? Я думаю, да, и в конечном итоге совершенствовать и школьные учебники. В этом году у нас есть партнер, русский учебник, который ждет от нас рекомендаций в связи с теми наиболее типичными ошибками, которые были допущены. И вот, например, пресловутое слово «не спеша» мы, конечно, будем рекомендовать специально изучать на уроках русского языка, и, может быть, помещать его в рамочку слов, на которые нужно обращать внимание. Ну и напоследок у нас остается одна минута эфира. Спасибо вам огромное. Есть у многих желание, но многие не знали. Оказывается, свою работу можно забрать потом. Да, конечно. В эту субботу мы будем награждать отличников, и перед награждением за два часа будет консультация филологов. Мы привезем все работы, которые были написаны на разных площадках, в одно место, и объясним каждому, кто придет, какие ошибки были допущены. Поэтому приглашаю вас, приходите. Единственное, пока я не могу назвать точное место, где пройдет награждение, сегодня это решится окончательно, и на странице тотального диктанта в Новосибирске в социальных сетях будет выложена информация. Поэтому следите за информацией, приходите в назначенное место, в назначенное время, и филологи, те самые филологи, ответят на все вопросы, которые у вас возникли. Спасибо большое. У нас в гостях была председатель экспертной комиссии Наталья Борисовна Кашкарева. Очень поучительно.